Мы не можем, например, навязать другому взрослому человеку, как ему поступать и как ему не поступать. Это тоже будет нарушением его территории психологической. Компромисс, в моем понимании, это решение, в котором человек не жертвует собой ни тот, ни другой. А когда я знаю твои потребности и хочу для тебя сделать так, чтобы тебе было хорошо. Когда мы хорошо представляем, как с нами поступать нельзя. Здравствуйте, меня зовут Ирина Трунова. Я семейный психолог, психотерапевт, специалист в области детско-родительских и супружеских отношений. Я работаю как индивидуально с людьми, так и с семьями. С семьями с детьми и с межпоколенческими семьями. И я сама мама троих детей, я супруга. Более 20 лет у нас стаж супружеской жизни. В нашей семье есть дети разных возрастов. И подростки 17 лет, и школьники, и дошкольники. Поэтому, в общем-то, мне не чуждо применение для себя тех знаний, тех навыков, которые у меня есть. И это важно, потому что, когда мы теорию пытаемся применить к практике, очень важно, чтобы мы учитывали все подводные камни и были гибкими для того, чтобы это действительно было на пользу. Мы сегодня говорим с вами о таком явлении, как компромисс. Важно посмотреть и понять, что это вообще заявление, когда он возможен, как к нему прийти, в каких ситуациях не стоит к нему приходить, и что нам может помочь прийти к компромиссу. И если мы с вами говорим о том, что такое компромисс, то для меня это как метафора на прямой линии между мнениями двух людей. Это некая точка посередине или чуть смещенная, к которой мы должны вроде бы прийти, чтобы всем было хорошо. Часто бывает так, что, приходя в эту точку, нам не хорошо, а обоим плохо. Или одному хорошо, другому плохо. Поэтому, естественно, не все ситуации можно решить таким способом. Давайте поговорим о таких вещах, когда к компромиссу прийти невозможно. Дело в том, что в наших выборах мы руководствуемся ценностями собственными. И это то, что нашим выбором рулит. Мы не можем от них отказаться. Вот, например, если речь идет о таком явлении, как физическое насилие. Ну, предположим, это в детско-родительских отношениях. Один супруг считает, что надо ремнем воспитывать. И это не воспитание, это физическое насилие. А другой супруг считает, что физическое насилие неприменимо. Для него безопасность — это ценность. Другой тоже опирается на свою ценность какую-то. Но при этом мы не можем прийти к компромиссу. Потому что ценность, она не позволит долго быть этому компромиссу. В какой-то момент, просто наступив себе на глотку, человек не сможет это больше переносить. И компромисс будет конечным. В любом случае это взорвется в какой-то момент. Поэтому не везде можно прийти к компромиссу. Есть такие темы, когда мы не сможем прийти к компромиссу. И тут есть другие технологии, которые позволяют выйти из этого положения. Есть очень хорошее понятие — границы, личностные границы, психологические границы, физические границы. Если мы не можем прийти к компромиссу, это для нас неприемлемо. То здесь на арену выходят именно эти технологии. Когда мы хорошо представляем, как с нами поступать нельзя. И здесь речь будет идти не о том, как другому человеку надо делать или не надо. Мы не можем, например, навязать другому взрослому человеку, как ему поступать и как ему не поступать. Это тоже будет нарушением его территории психологической. Но мы можем хорошо и твердо знать, как делать со мной нельзя. Как в моем присутствии делать нельзя. Например, если речь идет об употреблении алкоголя, такая жесткая достаточная ситуация, для кого-то это способ выживать, потому что человек не может без этого, а для кого-то это неприемлемо совершенно. И здесь нужно посмотреть, вглубь себя заглянуть. А как именно со мной нельзя? Уточнить эту границу. Здесь компромисс не получится. Кто-то будет мучиться обязательно. Поэтому нужно посмотреть вглубь себя и задать себе вопрос. Что именно неприемлемо здесь для меня? Возможно, что нельзя на определенной дистанции близкой со мной находиться, когда человек в алкогольном опьянении. То есть подходить слишком близко. В квартире можно находиться, а в контакт заходить нельзя. Для кого-то сексуальная связь невозможна в момент алкогольного опьянения другого человека. Возможно, что вообще нельзя приходить к вам в дом в алкогольном опьянении. То, что для вас совершенно неприемлемо, это нарушает вашу безопасность. Возможно, что вступать в диалог невозможно. Для вас неприемлемо, потому что вы знаете, что-то приведет скандалу конфликту или физическому насилию то есть нужно четко понимать на что вы опираетесь что для вас неприемлемо если вы твердо имеете этот твердый знак внутри как с вами нельзя то вы просто можете человеку об этом рассказать знаешь дорогой или дорогая вот для меня неприемлемо конкретно то 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 есть если ты выпил то ты допустим остаешься в другом месте или ты не подходишь ко мне близко и обычно когда человек слышит это как рассказ о себе да обо мне то он может его учесть он конкретный он понятный и у нас есть право не подвергаться этому а у того человека есть право быть с нами или не быть с нами такими с этим твердым знаком с этой психологической границей если твердого знака нет внутри у человека то это как раз повод обратиться либо к психотерапевту либо каким другими способами разобраться с вопросом личностных границ потому что если вы твердо не убеждены если нет этого ощущения внутри то на диалог лучше и не выходить здесь не будет ни компромисса не учтение границ потому что у вас ух самих внутри его нет если вас еще бьют до сих пор значит эта граница у вас не стоит если на вас кричат до сих пор значит этой границы у вас пока нет с этим нужно разбираться внутри себя они в отношении смотрите какая важная штука если в момент договоренности вот как договариваться приходить компромисс если в момент договоренности кто-то отказывается от кусков себя жертвует то такой компромисс грош цена ему он долго не продлится кто-то взорвется рано или поздно компромисс возможен в том случае если ты мне рассказал про себя я тебе рассказала про себя и мы хотим друг для друга зная что это важно найти некое третье решение не первое не второе некое третье оно не обязательно посередине оно просто хорошее исходя из возможности контекста из того что мы можем себе позволить и тогда это можно называть компромиссом третьим решением удачным решением вопроса да и мы тогда в это решение можем зайти спокойно из хочу из хочу помочь тебе хочу сделать для тебя чтобы тебе было хорошо и комфортно вот тогда компромисс возможен и это конечно более легкие ситуации но например давайте возьмем да для примера в отпуск ехать в горы идти или куда-то в комфорт да в отель ехать один человек для него он напитывается от того что он преодолевает доходит в горы природа красота другой опирается в своем ресурсе на то чтобы быть в покое и мы можем поискать какой-то вариант где будет для одного учтена базовая потребность комфорт и одиночество для другого развития до таких ситуаций в супружеских отношениях достаточно много то есть компромисс в моем понимании это решение в котором человек не жертвует собой не тот не другой а когда я знаю твои потребности и хочу для тебя сделать так чтобы тебе было хорошо если оппонент не хочет идти на компромисс значит вы натолкнулись не на хочу а на ценность человек он не может пойти на этот компромисс либо смотрите еще бывает ситуация находимся в таких отношениях самих по себе что нам не хочется друг для друга делать хорошо то есть нарушена привязанность нарушен контакт нет эмоциональной близости и мне все равно что с тобой будет мне не хочется делать для тебя приятно для тебя приемлемо удовлетворять твои базовые потребности и тогда я остаюсь вот в этом таком состоянии нет я для тебя ничего делать не буду на компромисс я не пойду и тогда имеет смысл переходить как раз к вопросу границ да приемлемо ли для меня то что ты не хочешь идти со мной на контакт не хочешь со мной дальше строить отношения и здесь возможен распад системы конечно семей смотрите есть в отношениях вообще функционал и дисфункционал основным функциональным инструментом являются проговоры между людьми способность быть в диалоге способность и прям прямой коммуникации разговаривать в прямую что именно я от тебя хочу она к сожалению не может невозможно в эмоциональном состоянии особенно в заряженном эмоциональном состоянии то есть если человек разозлился расстроился если он напуган если он горюет если ему стыдно он не сможет разговаривать из прямых коммуникаций говорит что я хочу от тебя или я хочу для себя то-то то-то это то что нас в основном отдаляет от достижения компромисса когда люди находятся в эмоциях они не могут в прямую разговаривать что еще отдаляет нас ну вот это нарушение привязанности да когда между людьми нет теплых близких отношений в которых они хотят друг для друга делать хорошо делать тепло делать добро заботиться друг о друге поэтому на помощь приходит манипуляции мы всячески пытаемся избежать зайти в контакт с собственными чувствами что я злюсь что я боюсь что мне стыдно что им я горю и по поводу чего-то и просто пытаемся другого человека аккуратненько или неаккуратненько подвести к своей точке зрения как будто он сам это придумал как будто он с этим согласен и человек оказавшись в этой точке он просто растерян он не понимает как он сюда пришел и возникает ощущение насилия то есть как я попал в эту точку с твоей помощью непонятно это есть манипуляция вместо нее прямые коммуникации говорит что ты хочешь не бояться заходить со своими чувствами в контакт стратегия как мы можем действовать для того чтобы решить вопрос когда у нас различные точки зрения с другим человеком с супругом с ребенком с коллегой с начальником с подчиненными да то есть вообще оно работает одинаково для любых отношений если вы столкнулись с различными точными точками зрения своей и чьей-то в первую очередь задать себе вопрос хочу я идти на контакт с этим человеком хочу ли я по-доброму заботясь о нем удовлетворить и его базовую потребность тоже потому что если это не так если ваши отношения не близкие не эмоционально близкие дистанция далекая и вам не важно как будет себя чувствовать человек в этих отношениях да и как он будет чувствовать после того как решение вопросу какой-то будет принято то соответственно вы выходите из поля компромисса здесь уже война начинается до война либо границы то есть здесь система может распасться система отношений любых до любые отношения могут завершиться второе нужно понять то что рулит вашим выбором то из чего вы исходите эта ценность ваша или это пожелание если это пожелание конечно компромисс возможен вы сможете сделать шаги навстречу если эта ценность то вы бессознательно будете опираться на нее вам будет тяжело отказаться от нее нельзя кусками отказаться она есть внутри такие как свобода выбора жизнь здоровье глубина эмоциональная близость вы не сможете сквозь них пройти и отказаться от них они формируются еще в детстве очень сложно от своих ценностей отказываться дальше соответственно что важно переговоры то есть коммуникация прямая задать себе в первую очередь вопрос а что именно я хочу какую базовую потребность я хочу удовлетворить может быть по форме мы что-то другое найдем но базовая потребность моя и базовая потребность другого человека должна быть в компромиссе удовлетворена в одиночестве в близости в покое в росте в развитии вот эти базовые штуки они должны быть удовлетворены обязательно тогда компромисс найдется да тогда он будет жить долго этот компромисс ну и собственно говоря привязанность мы все на ней все отношения на ней базируются и это то что инстинкт наш быть в связи друг с другом то есть теплые близкие надежные отношения знания внутренние знания о том что не какие-то мои действия не приведут к к распаду отношений это очень важно знать что человек пойдет со мной вглубь он будет договариваться он будет искать также как и я возможные решения для того чтобы всем было хорошо в этих отношениях